Коллеги, приветствую! С вами Александр и в сегодняшнем обзоре мы детально разберем золото и евро-доллар. Обсудим ситуацию, которая произошла у нас в пятницу на Новом Фарм Перлсе и разберем торговые идеи еще вплоть до сентября. Ну что же, коллеги, перед началом ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Амаркетс и мы с вами начинаем. Золото у нас отлично просто выросло. План, который мы планировали еще, сейчас скажу, 22 июня у нас когда был эфир, мы предусматривали, если цена у нас выйдет из восходящего коридора, зелененького, пунктирного, пробьет отметку 23.17, мы будем падать до отметки 22.94, там предусматривали откат 23.06, ну тут мощная свеча была, рынок отреагировал и, соответственно, полностью дошел до наших целей. Далее, теперь смотрим, что сейчас происходит. Так как у нас и тот прорвался, но рынок смог удержать свои позиции, у нас сформировалась здесь такая форма, похожая на двойное дно, но тут даже как, я думаю, многие заметили головы и плечи, сейчас мы про нее говорили раньше. То есть вот оно похоже, вот такое, знаете, голова, двойное дно, вот, но она коротенькая совсем такая, она больше как аргументировалась, как смена тренда с нисходящего. То, что вот рынок у нас находился, рынок все из него вышел с красного нисходящего тренда. Теперь нам вот это падение, оно дошло до нашей цели 22.94. С минимума, откуда у нас оно началось, мы можем уже протягивать новую линию тренда, более широкую. И сейчас золото намного лучше себя выглядит, так как немножко. У нас вот, чуть не убрал. То есть у нас ранее мы предусматривали, что рынок, если у нас прорывает уже уровень там на 4 часах 23.68, то есть мы предусматриваем, что золото будет расти. Цена у нас сейчас находится на уровне отката 23.86, то есть есть высокая вероятность, что рынок скоро уже начнет корректироваться, находится на сильном уровне. Линия поддержки у нас текущего будет выглядеть. Я, кстати, сейчас покажу вам. Она очень схожа по углу наклона с нашим вот синим. Сейчас же вот недельно откроем. Вот. И вполне мы можем рассматривать то, что цена у нас от именно центрального вот так вот отскочила. Вот так вот. Потому что зеленым у нас они прямо вот то, что мы сейчас находили, полностью идентичны. Так что вот, если смотреть вот так на картину, учитывая то, что голова и плечи у нас вот здесь вот есть. И если мы вот тут ее так же во внимание возьмем в нашем недельном графике, сейчас перейдем опять на младший. Цели у нас остаются прежними. Это у нас 24.17, ну и с учетом коррекции обязательно. Вот. Голова и плечи вот здесь может, конечно, еще надавить на покупателей здесь. И может, ну там так же, если прерыве 22.79 красный коридор вот этот, там мы падаем, естественно, там к оранжевой линии поддержки. Вот. Но так как у нас цена смогла отскочить от линии поддержки 7 основного тренда, я предусматриваю то, что рынок сейчас двигается вот в таком варианте. То, что попробуй даже вполне дойти до линии сопротивления. Перед этим мы добавим дополнительного такого угла наклона. Вот здесь. Здесь у нас он отлично отрабатывался. Здесь рынок с ним взаимодействовал по телам. И вот у нас две тени красивые. То есть это перед тем, как дойти до синие сплошной. Вот. Теперь возвращаясь уже по младший график. Вот конкретно вот сейчас нашу текущую ситуацию. С пробитой хорошей ценовой уровне. Уровни отката сейчас цена находится. Смотрите, у нас раньше вот цена, когда вот росла, пробивала данный уровень. Вот видно, как рынок после этого у нас здесь корректировался. То есть вполне коррекция обоснована будет. У доллара тоже, ну, хорошее уже падение. Там позиции, конечно, были. Коррекция была у нас в пятницу вчера. Вот. Но больше, конечно, он продавился под конец. Так что золото тоже будем ловить момент, чтобы не попасть на коррекцию. И момент, когда у нас она начнется. Здесь вот, вот я даже, знаете, пятиминутный даже пришел, чтобы максимально точно сказать. Смотрите, ну, я немножко побольше стану. Пятнадцать минут таймфрейм. Чем сыром как ни крути старше таймфрейм, тем точнее будет движение, если будет пробой. И здесь я вижу, коллеги, если пробьется все-таки у нас максимум, который у нас был зафиксирован в пятницу в шестнадцать тридцать. То, что видно, то, что рынок у нас после нонфарма дошел до четкой точки, что-то его остановило. Далее потом мне видно, как рынок здесь прям за ним взаимодействует, от него толкнулся. И снова, видите, как используют, как красивую поддержку и пошел вверх. Значит, вполне может быть снова подтвержденным. Рынок от него вполне может отскочить. А в случае, если пробьется, то это может форму головы, плечи сформировать. Может эффект паники, скидывания информации будет. Скидывать позиции свои будет. И надо учитывать то, что продажи здесь высоковероятны. Мы учитываем то, что вот у нас лучше, если создается такой пробой. Мы, соответствующий, возьмем, например, шарты здесь. И вот здесь, если у нас, например, уже начнется падение, у нас максимум хороший будет. Вот здесь, например. То есть стоп-лосс, это за ним надо будет ставить. И вот здесь, чтобы определить, до какого момента рынок у нас будет падать, надо нам определить здесь импульс. Импульс здесь, это который у нас был минимум на нонфарм параллсе. И минус в том, что если у нас цена еще продолжит движение вверх, например, то в этой ситуации мы должны еще сетку Fibonacci за ним тянуть. То есть мы должны обязательно это учитывать. Вот. То есть, например, цена растет у нас в понедельник. Раз тянем, тянем, тянем. То есть, чтобы уровни Fibonacci максимально точно поставлены. То есть, рассматриваем сейчас на текущую момент ситуацию. И, соответственно, если у нас прорывается, сейчас я вижу технический уровень 23.84. На данном моменте я вижу, что рынок у нас будет тестировать уровни, например, 1.23.6. Какая-то может быть вполне логическая коррекция, чтобы дойти до линии сопротивления коррекции. Сейчас я вам покажу. Там 38.2. И, соответственно, линия 50. Ценовые уровни. Вот я сейчас немножко подвинулся, сейчас их видно. То есть, это 23.77, 23.72. И, соответственно, еще вот увидим здесь. Вот сейчас на данном моменте вот такой коррекционный уровень он формируется. Но вполне может быть стать шире и там прорвать максимум. И золото еще может полететь у нас на открытии торговой сессии. Так что вот здесь вот такой вот вариант предусмотрим. И пока что цена у нас будет находиться, если бы мы пришли на 4-часовый график, на вот в этом уровне поддержки. Сейчас немножко так вот построим. И здесь вот у нас начало движения. Скопируем. Ну, даже здесь вот из этих пробилов. Это сигнал тоже, что еще хочет укрепляться здесь. Ну, сильный импульс. Импульс. Даже вот если скорректируется у нас он в понедельник, и потом вот ручки на лонг искать, куда будет перспективнее. Именно по тренду, чтобы они были. Вот. И вот нам сейчас интересует этот вот синенький восходящий коридор. Вот с ним будем в ближайшее время работать. С ним также мы добавим. Тут у нас восходящий клинт такой формируется. Сразу сейчас покажу, как он выглядит для начинающих трейдеров. Разворотная фигура, которая готовит рынок, соответственно, к пробитию линии поддержки. И, соответственно, рынок начнет у нас корректироваться. Вот. У нас он здесь как раз вот и формируется. Такой вот треугольничек. То есть давайте вот эту соображу его. Помним вот эти у нас тени на четырехчасовом графике. Вот если он прорвается вот эту поддержку, это вот тоже будет сигналом, что он будет готов дойти до синенькой линии поддержки основного тренда. И вот здесь бы я тоже был пунктируем поставлен. Она как расширение дополнительно. И вот теперь логично, если вдруг золото пойдет у нас вниз, когда стоит уже готовиться к действительно сильным продажам, то есть это у нас 23.51, если у нас рынок прорывает его, то это является, будет сильным уже аргументом, то что рынок у нас готов уже падать в эту сторону, что у нас он будет двигаться. Он будет двигаться уже вот к этой линии поддержки, от которой рынок отскочил у нас на недельном графике. Так, ну, в принципе, вот золото, думаю, подробно разобрали. Ну, я еще дополню мысль, если у нас в понедельник прорывается, например, этот максимум, то стоит ждать еще продолжения роста вполне до линии сопротивления, которую мы нашли на четырехчасовом таймфрейме. То, что рынок там уже может готов фиксировать свою прибыль. Сейчас, кстати, подкорректирую под... Сейчас, кстати, я объясню мысль, почему именно здесь. То, что вот здесь у нас цена, смотрите, видите, отскок у нее был. И вполне может рынок у нас здесь дальше ее использовать только наоборот, как сопротивление уже. Если с учетом того, что рынок может у нас ее пошире сделать, это вот касаться вот по вот этим отскокам. Рынок бывает, чтобы зафиксировать прибыль, а не расширить, к примеру, тренд, он может, соответствующий, вот именно прижиматься, где тела свечей пробивные останавливались. Тоже будет такой звоночек, чтобы зафиксировать свои позиции. Так что понедельник наблюдаем, как открыть торговую сессию. У золота пока все тоже хорошо, потому что, ну, ее доллара все плохо, потому что он на медвежьем рынке находится, а золото в бычьем. Вот, так что золото пока все позитивно. Так, ну и давайте разберем евро-доллар. Так, последний раз мы его обсуждали. Два стропа у меня. И там мы предусмотрели вот этот оранжевый коридор и пробой уровня 1.6678. То есть рынок он не смог пробить, уровень подтвердился качественно. Не только на истории, но и потом на будущее. Далее, пост прорыва он дошел до линии сопротивления красного. Давайте немножко отдалю графику, чтобы у нас по-моему, та картина была. То есть вот у нас вот эти уровни сопротивления разные, по которым рынок тестирует на недельном графике. Сейчас на всех вот как раз важные варианты. То, что цена на них находится, рынок думает. То, что цена находится тоже на этих линиях и у нас закрылась пятница у нас именно на этой линии тоже сопротивление. И это говорит о том, что я думаю все-таки понедельник будет сложен для покупателя и думаю коррекцию у евро стоит ждать. Это вот как вот сегодня мы говорим, биткоин, евро попадает у нас в фунт, золото у нас, индекс доллара сам. Что-то вот все прям показывает, что будет укрепляться доллар в какой-то моменте, если смотреть. Ну вот объективно, вот так вот знаете, 70% то, что доллар будет укрепляться, все равно золото избрать. Потом в долгосроке смотреть, да, там и золото, мы уже обсудили, там лучший вариант. Что здесь меня смущает вот с данным вот у нас вариантом. У нас, смотрите, если мы возьмем вот этот зелененький восходящий тренд, мы возьмем от самого минимума, например, вот так вот притянем и до самого, например, максимума. То есть мы видим, что у нас цена пробила уровень линию 61.8 веера Fibonacci. По закономерности рынок после прорыва сильной линии веера Fibonacci, рынок любит идти к следующей, то есть в данном случае 75. Если хотите получше узнать про веер Fibonacci, у меня есть урок в семинаре, в трансляции, как определить завершение тренда. И там можно посмотреть, ну там я раскрыл тему, как он помогает определить начало формирования нового тренда. Что здесь я могу взять вывод? То, что я пока думаю, то, что вот движение вот этого, вот у серебра куда с большей вероятностью. потому что вот пробои все-таки, вот такие доджи опять же, ну все равно, вот такие прям прорывы, уже две свечи находятся за пределами и линия на сопротивлении прям находится. Так что вот евро здесь я бы готовился бы лучше бы к продажам. Если вы в покупках, то я бы закрывал бы, честно скажу. Так, если посмотреть еще, как себя цена ввела, например. Ну и здесь и на уровнях везде она находится, сейчас покажу. Как вот видите, от нее ретест был когда-то, рынок вот тут с ней взаимодействовал, здесь, вот тело свечи, вот тенью становится. Рынок вот этот уровень, где она сейчас остановилась, был с ней работал. Если как и раньше, вот я рассматриваю покупки еврика, это только если 89.45 пробьется, и там до линии сопротивления синим сейчас, естественно, поменьше будет, постояннее. И пока ориентиры это будет у нас уже 94.15, только если за пределами линии сопротивления синенькой, там тогда только там до отметки 98.09 стоит ждать. Вот, если все же у нас на дневном вот прорвется вот этот уровень, 83.94. Ну, тут опять же вот на коррекцию попасть, ну, вообще, делов вообще немного надо. Вот после коррекции, я бы так сказал, если покупать, после коррекции, вот, корректируется рынок и потом движемся сюда. Вполне да, тогда будет интересно. Но все равно я считаю, что будет у нас у еврика проблемки. Он плюс и максимум не смог пробить, но он фарма, который у нас был под вечер тоже. Есть такая тоже интересная момента на рынке, когда проходят какие-то мощные новости, показывают какие-то границы, которые рынок не может преодолеть. Если под закрытие торговой сессии не может, например, закрыться, да, например, даже не, особенно недельная, за вот эти максимумы. То есть это показать то, что продавцы, ну, сдают позиции, покупатели сдают позиции уже. Продавцы, ну, тут наберут, набирают. Так, вот и здесь это то, что видите, ну, прям на максимуме прям коснулся. И сигналом то, что рынок у нас будет падать, будет у нас вот пробитие вот этой поддержки раз. Второе расширение будет у нас в ближайшее время, я считаю. Уровень, вот этот вот минимум, который был на нонфарме, 79,88. Вот после него вполне можно рассматривать уже продажи. Продажи будут у нас идти до вот этой линии поддержки. Сейчас ее перепроверю тут с углами вопросы. Вот в этом случае 4 часа я возьму, чтобы тела свечей я хорошо видел. Вот это рабочий бутайм, здесь вот подкорректируем. И сейчас проверим по качеству угла. Ой, вообще прям мой, красиво-то все. Вот прям по нему, по нему ползает. В расширение, вот оно, в расширение попало. Вот здесь в прошлом рынок с ним взаимодействовал. Вот он тут тоже, видите, топтался сверху. Вот, и вот эта поддержка будет интересна в этом случае. То есть вот так вот, вот ждать. Если прям сейчас сказать, до какого момента будет поднимать, то это взялось, возьмем сетку Фибоначчи, до максимума так протянем. На уровень 50 прям так и просится, что цена нашла. И он же технический уровень. Смотрите, раньше вот он был максимум. Это был 1 июля. И рынок после преодоления. Он еще любит рынок, ну, возвращаться к нему. Это же линия поддержки находится. Так что 38,2 тоже во внимание возьмем. И он будет как уровень отката предусмотрен. То есть вот у нас данная коррекция в рамках синенького этого восходящего тренда. То вот такое движение. Вот увидим. Чтобы дальше рынок прям падал. Ну, в принципе, здесь уже вот, вот когда у нас открывался с ГЭПом 10 июня, и к нему рынок возвращался, это прям вот этот уровень он и есть. Нет, хотя немножко пониже. Чтобы определить сильный уровень в таких ситуациях, надо смотреть, как рынок открывался. И, ну, например, ГЭП особенно помогает определить. То есть, если мы видим то, что у нас вот цена возвращалась после ГЭПа вот к этому уровню, то значит, это уровень с большей вариацией был пробит. Если вот, например, не видно, там, например, или большой свечой задет. Вот его лучше ждать внизу для подтверждения, что рынок при пробитии будет двигаться в эту сторону. Но я бы поставил бы вот так еще пониже. То есть, мне дал ориентир, но я бы еще пониже поставил, потому что у меня прям вот этот момент. Меня очень прям, ну, смущает, если продавать. Я бы хотя бы за ним рассматривать его движение. И вот здесь случай, он прорывается. Я бы учитывал бы 61,8 как вариант коррекции, чтобы для меня не было там шоком, что о, чуть-чуть он разворачивался, чтобы я к нему подготовился. То, что самое важное в трейдинге, чтобы трейдер, он был готов к каждой абсолютной ситуации на графике. Почему цена растет, почему цена падает. То есть, на каждый вот этот ответ должен подготовлен быть заранее. И вот с учетом вот этого падения, я вот думаю, вот здесь мы остановимся. То есть, это 73,92. Вот на основе вот этих вот клепов. Вот так вот. То есть, вот здесь у нас цена так вот отрабатывала. А если, к примеру, дальше падать к минимумам, которые мы ждали прорыва, чтобы до этого момента еще позарабатывать, например, то лучше тогда ждать вот тут пробой. Давайте сделаем таким красным. 7189 пробьется. Все, здесь рынок. Вот тут, смотрите, тут надо будет поаккуратнее. Потому что он будет тестировать вот здесь тело свечей 68-94. То есть, у нас будет вот так вот работаем. И вот, ну естественно, минимум. С ними крайне аккуратно. То есть, я лучше по телам свечей даже здесь вот выходить из позиции. То же, вот если вот рынок его прорвет. Ну, если сугубо вот, ну, как трезво смотреть на вещи, мне все-таки с большой вероятностью вижу все-таки евро. Ну, пока что не в лучшей позиции. 30% то, что как бы укрепится. Ну, это сложновато. Ну что ж, коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Желаю вам как можно больше трейк-профита. Подписывайтесь обязательно на мои социальные сети, чтобы получать больше полезной информации. Особенно в телеграм-канале я предоставляю еще больше торговых идей в течение недели. Ну что же, до встречи. Пока-пока.